У нас сегодня раритет Toyota Starlet 84 года. Здесь карбюратор у него стоит и зажигание трамблером, причем еще нижний распредвальный двигатель, полный газ и мотай его. Стоп! Ну он тут набивает где-то 14. Второй цилиндр. Стоп! Так. Стоп! Тут он вообще 16. Стоп! Ну тут 14,5. Так, давай первый. Стоп! Не, четко 14. Это значит такой разнобойчик. Чем уплотнить колодец? Естественно, сделать колодец с уплотнением. Зачем что-то отливать, надо вот такую штуку сделать. И это реально как бы гениально, да? То есть, чтобы использовать свечи с 21-й головкой, чтобы колодец был нормальный. Ну, кстати, по свечам нагар здесь вполне адекватный. Для карбюратора вполне супер. О, даже дыхательные, вот эти вот пипзики дыхательные, чтобы давлением не выдавливало, при нагреве давлением провод не выдавливало. Друзья, у нас минутка полезной рекламы. Вместе с командой Грюнбаум мы продолжаем рассказывать вам о современных аппаратных методах замены технических жидкостей. И сегодня на повестке дня у нас новые циклы видеообзора цикла сервисман. Бизнес на замене масла в АКПП. Видео созданы специально для владельцев и управляющих СТО. Точно так же говорим об оборудовании, но уже глазами бизнеса. Доходы, зарплаты, процессы и, конечно же, это человеческий фактор. Полный разбор доступен абсолютно бесплатно по ссылке в описании к этому видосу. Смотрите, обучайтесь и развивайте свой бизнес. А теперь давайте продолжим наш видос. И опа, вот он этот двигатель висит здесь. Теперь надо бы его повесить на стенд. Для того, чтобы его повесить на стенд, надо снять генератор. Ну тут переворотка как бы сюда на эти три болта. Ну понятно, там резьбу пройти и все остальное. А с этой стороны все то же самое, но только надо задействовать крепление генератора. На стенде, значит, в том виде, в котором он весь максимально комплектован, кроме генератора, конечно же. Миллион трубочек разных вакуумных, причем здесь трамблер. Имеет вакуум-корректор двойной. То есть в каких-то режимах он его опережает зажигание, в каких-то упоздняет. Либо опережает, опережает еще больше. То есть надо смотреть и разбираться. Ну, корзина здесь немножко пострадавшая. Ее по-нормальному заменить. Впускной коллектор не имеет классического подогрева охлаждающей жидкостью. Зато он греется от выпускного коллектора. Ну такая более махровая схема. Карбюратор. И здесь есть лямбда-датчик на карбюратор. И вы спросите, что же можно регулировать в карбюраторе? А вот здесь выход, здесь стоит актуатор. Система тоже не работала. То есть это было ликвидировано еще раньше. То есть все это работало в каком-то, ну, в среднем, скажем, режиме. Но при помощи вот таких актуаторов, то есть там обогащалась смесь, обеднялась для экологии в какой-то момент. Вот это ускорительный насос. Ну, то есть если бензина слишком много, то есть пружинка срабатывает. Вон он, ускорительный насос. И вакуумное управление второй дроссельной заслонкой. То есть позволяет ее открыть вакуум. Ну, типа как на зоне сделано. И система обогащения, ну, в общем, пуска холодного подсоса на роде. Здесь тоже частично автоматизировано. Ну, это Япония есть Япония. Ну, тут как бы уже видно следы вмешательства. То есть двигатель, понятное дело, с 84-го года. Да еще и праворуки на нашей территории. Естественно, его разбирали уже не один раз. Что-то с ним делали. Вопрос только в том, что с ним делали. И вот они коллектора. Впуск-выпуск. Ну, то есть от выпуска подогрев идет на впуск. То есть охлаждающая жидкость здесь не используется. Здесь используется по старой доброй технологии подогрев впускного коллектора от выхлопных газов. То есть он не даже ребра сделан, ну, чтобы увеличить площадь. Плюс этой системы в том, что коллектор прогревается довольно быстро. Запуск двигателя и буквально уже там, ну, спустя там секунд 30-40 у тебя уже достаточно, ну, удовлетворительная температура вот этой части под карбюратором. Особенно это важно зимой. Потому что охлаждайка пока нагреется, ну, на это время тратится. Ну, и как бы простота конструкции, то есть не используется здесь охлаждайка. Но, тем не менее, здесь есть EGR, вот он его канал. Ну, он, естественно, не работал уже. Вот он его там клапан, вот он вход, вот он выход. Он не работал, и вон он канал как бы. Ну, судя по нагару, конечно, мотор, скорее всего, масло расходовал. Ну, то есть вот этот нагар, он не образуется просто так. Вот этот макроватый, этот по суше, этот поршень тоже чуть-чуть по суше. И голова. Третий цилиндр получается больше всего с нагаром. Ну, вот он, третий цилиндр. То есть на нем много-много-много нагара. Вот он движочек. На самом деле, немного стружечки есть. Я вот пальцем то, что выбрал, я сюда положил. Это вот эта палечная стружка. Это именно, ну, короче, какая-то стружка, которая была в подоне. Оно все темное и непонятно, что-то как. Ну, вот он натяжитель. Ну, в принципе, он гидравлический, как бы. То, что он так без этого, ну, без давления масла, это понятно. А вот он и насос. Я что-то думал, что тут вшивые шестерни стоят. А здесь по-нормальному все сделано. Это роторный масляный насос, который без люфтов, без царапин, без ничего. То есть, ну, то, что тут следы работы есть. Но на самом деле, если ты ногтем проводишь, нету тут какого-то каких-то таких рытвен. Ну, шлифануть эту поверхность, как бы, в любом случае нужно. Но каких-то прям рытвен, еще чего-то таких плохих, в общем, вещей нет. То есть, он ходил даже без грязи, что, в принципе, очень даже хорошо. И вселяет надежду на то, что все-таки мотор, ну, имеет достаточно нормальный износ, а не просто уложенный. Механизм ГРМ, цепь. Как бы, цепь здесь немножко... О! И вот этот вот люфтец. Ну, вообще, то, что люфт здесь есть и цепь гремела, вина это не гидронатяжителя. Почему? Потому что есть новый натяжитель. И если мы его поставим вот примерно как он должен стоять, то мы увидим, что новый в свободном состоянии, он выходит, ну, почти как тот, который стоит. То есть, цепь не натягивается не потому, что натяжитель сдох, а цепь не натягивается, потому что она настолько растянута, что уже, как бы, все. Ну, то есть, его некуда натягивать. Вот она. Вот она. Вот это вот подгримливало чуть-чуть. Ну, а так, в принципе, я не думаю, что она бы порвалась. Она бы так еще работала и работала. Ну, вот у нас есть новая цепочка. Мы ее поставили. И натяжитель, вот он, он уже след... Ну, то есть, ты его сюда вставляешь, то есть, щелк. Вот у него есть, как бы, ход. Уже все будет натягиваться. Единственный момент, что новая цепочка чуть-чуть отличается от старой. Я не в плане износа, а я в плане того, что старая цепочка одинарная, а новая двойная. Причем, на этих движках, в некоторых версиях, были двойные цепочки. Здесь она становится, ну, просто не задействуется один ряд звеньев. Причем, крышка накрывается, все, как бы, работает. Так что, можно оставить такую цепь, а потом через, там, 1500 ее просто снять, перевернуть, как бы, вверх ногами, чтобы изнашивался вот этот уже ряд звеньев и ездить дальше. И вот натяжитель... И гремела цепь, короче, в том, что натяжитель, он вышел на максимум, и все, он больше не выходил. Вот и все. И вот она поршневая. Она лежит справа налево. То есть, первый, второй, третий, четвертый. Вот он, третий был, который самый, самый, самый нагаристый. Вот он. Ну, и что я могу сказать? То есть, тут кольца. Ну, просто закоксовались маслосъемные кольца. И они настолько выпилились, что еще буквально чуть-чуть, и уже пилился бы сепаратор, если бы они не залегли. Ну, тут где-то я пошень какой-то брал. Ну, кольца можно было провернуть маслосъемные, я имею в виду. Зато на одном из поршней, вот здесь вот, например, заклинило, это первый, заклиненное компрессионное кольцо, которое второе. То есть, я вот его не могу провернуть. То есть, по легенде, что вроде как с автомобилем что-то делали, меняли кольца, и потом он долго стоял. Но я бы сказал, что по пробегу вот это, ну, минимум 1100. Это минимум, если не больше. Короче, может просто кто-то сказал, ну, человеку сказали, что что-то делали, а на самом деле никто ничего не делал. Ну, как это иногда бывает, в общем, обычный обман. Так что, расход масла, да. Ну, цилиндры каких-то видимых повреждений не имеют, но они расточены здесь уже 0,50. Так, то есть, первый ремонт. Мы вставляем внутромир. Вот я здесь его вот так вот возьму. Вот в этом вот положении здесь, ну, где-то вот оно, в плюсе, что там 1 сотка, да. Мы опускаем его чуть-чуть ниже. Чуть-чуть ниже. И здесь мы смотрим, здесь около 0, так. Так, еще его ниже опустить, а тут в минусе уже, уже в минусе, вон, целых 4 сотки. Ладно, мы его все то же самое делаем наоборот. И тут, то есть, там 1 сотка была, то тут уже 4 где-то сотки, ну, даже, ну, до 3, 4 сотки, ну, 3, 3, вот он мне показывает. Запускаем его чуть ниже. Здесь 5 соток, вон он, то есть, там он внизу, здесь, о, тут даже, о, тут даже 7 соток, сколько там, о, десятка. В середине его раздуло бочкой, смотрите. 8 соток, 9 соток, то есть, вот в этом вот месте, то есть, его, как бы, бочка раздует. За это он, скорее всего, езжал масло, потому что наборные маслосъемные не должны были жрать. Ну, короче, в общем, что, он деформированный. Если его раздуло, то есть, опять же, второй цилиндр, смотрим. Так, здесь вообще в плюсе 5 соток, опускаем его чуть-чуть ниже. Здесь в плюсе он, у нас 7 соток, так, на 180 градусов. На 180 градусов. В плюсе 2 сотки, ну, там, да, 2 сотки. Ниже я его опускаю. Те же 2 сотки. Ну, короче, его каким-то таким эллипсом, бочкой пораздувало. И вот вы можете задаться вопросом, типа, а что тут такого, ну, двигатель 1.3, ну, да, он японский, ну, с нижним распредвалом, как бы, конструкция мега простая. А для некоторых вообще будет открытие, что японцы в 80-е годы еще выпускали нижнераспредвальные двигатели, типа, ну, старая конструкция. Типа, что там такого необычного? А необычность здесь то, что автомобиль именно японский, праворульный. И в свое время эти тачки были, ну, в принципе, такого бюджетного, я бы сказал, даже дешевого сегмента. Их покупали, ну, молодые ребята, там, студенты. А что хотели молодые ребята, студенты? Они хотели, как бы, наваливать, гонять и все вот это вот. Поэтому на вот эти вот движки, несмотря на то, что это 1.3, там, нижний распредвал, на эти движки существует довольно-таки дофигища тюнинга. Причем именно тюнинга самого разного. То есть распредвалы широк, широкофазные, там, с увеличенным подъемом. Там прям от мал до велика. Коллектор под горизонтальные карбюраторы, в частности, в Англии, там, на них Делорты ставили. Ну, то, что тогда в Европе было. Кстати, вот этот вот двигатель, это 4К, который объем имеет 1.3. Есть точно такой же двигатель 3К, объемом 1.1. Есть такой же двигатель, который называется 5К, объемом 1.5. Ну, в нашем варианте 1.3. Да, хотелось бы 1.5, но, как бы, 1.3, что есть, то есть. Ну, а теперь начинается более веселая веселуха. То есть, разобрав один двигатель, человек нашел у, там, знакомого еще один двигатель 4К, только более старый. Но, частично в разобранном состоянии, там, отдельно снятая была головка. И человек нашел еще один двигатель 4К, который с Одессы, по-моему, прислали просто, ну, вот, в сборе новой почты. Соответственно, у нас был один двигатель, а стало теперь их три. Итак, дубль номер три уже. Это тоже более старая версия двигателя. Ну, мне так кажется, потому что здесь шкив без каких-либо крутильных, гасителя крутильных колебаний. Ну, естественно, это уже тюнинг, это уже Solex. Здесь уже нету вот этих вот вакуумов. EGR здесь трубка осталась, но, в принципе, скажем так, она уже ничего не выполняет. Клапан этот все равно не работает. Вот тут крышечка, он выглядит веселее. То есть, в плане, что она покрашенная крышечка. Вот они вакуумы. Трамблер, кстати, здесь был комплектный. Крышка еще на него есть, Made in Japan. Я просто снял, чтобы не повредить. Вот он, бензонасос стоит. И, судя по всему, мне почему-то кажется, что он уже давно не работал. Тут как-то... Ну, короче, не кажется он рабочий. Может быть, двигатель лежал там, я не знаю, несколько лет. К чему я больше склоняюсь. Ну, понятно, что его уже здесь вскрывали. Вот оно что-то тут. Вон они герметики, короче. Вон вот здесь вот хорошо видно герметики. То есть, что-то с ним делали. Ну, понятное дело, все-таки первая половина 80-х годов, даже, скажем так. Но, вот на удивление, помпа здесь... Ну, то есть, во-первых, она вращается. Она не шумит. Абсолютно она не шумит. Вообще не шумит. И как бы... Ну, я ее пытаюсь пошатать, руку у меня это не получается. То есть, помпа, есть надежда, что она даже в хорошем состоянии. И, кстати, да. Мы любим, мы любим, когда двигатели нам присылают полностью комплектные. И даже с маслом. Видите, здесь масло. И даже еще не самый-самый минимум. Поэтому что? Да, правильно. Вот на полочке один двигатель. Вон там запчасти со второго. И куча тиктоков с откручиванием, запиливанием, все такое. Ну, вот эта тема. Мотос разборки поставил. Все нормально снято с рабочего двигателя. Ну, здесь, правда, никто вроде не говорил, что снял, поставил, поехал. Но прикол в том, что вот я снимаю отсюда вас сцепление. И я вижу вот так вот лежащий подшипник из коленчатого вала. То есть, и судя по тому, что вот здесь вот эти вот болтики блестящие. То есть, он здесь какое-то время жил. Вот, я больше скажу. То есть, вот он дисцепление. Мы его переворачиваем. И мы видим здесь вот эти вот блестящие. Вот что вот это такое. Короче, то есть, ты покупаешь, допустим, мотор. Тебе говорят, ставь, ставь, все нормально. Ставь, гарантия. Ничего нельзя откручивать. И потом у тебя появляется какой-то грохот. И ты в шоке. Ты думаешь, у тебя там вкладыши высыпались. Еще что-то. Оказывается, подшипник вылетел. Ну, и коробка твоя закончится мгновенно. Потому что вот это вот, если кто-то не знает. Это подшипник первичного вала передней. Коробки передач. Он стоит в коленчатом валу. То есть, на него опирается первичный вал. Соответственно, это передний, есть задний. Нет переднего подшипника. И первичный вал вместе с диском вот это вот все начинает тебе тут круги наматывать. Шикарно. Ну, вот это я уже понимаю. Цепь здесь двухрядная. Ну, это насыпалось там как бы в поддоне, валялось не суть. То есть, но есть вот такой вот момент. То есть, вот. Ну, натяжитель как бы он без масла. Без ничего. И поэтому, да, есть как бы люфтес. Но цепь все-таки двухрядная. А насос здесь хороший. Насос здесь хороший. Вот они, следы работы. Ну, что-то каких-то там зазубрин, ничего такого нет. Ну, просто видно, что он работал. Ну, вот. То есть, никаких там не то, что повреждений. А, в принципе, то есть, чего-то плохого здесь нет. Он абсолютно гладенький. То есть, шикарный, в отличие от того. То есть, если тот, я думал, шлифануть поверхность, то этот. В принципе, ничего с ним делать не надо. Ну, понятно, что его надо помыть. Ну, а так, в целом, скорее всего, вот этот будет использоваться. Ну, что ж. В общем, вся надежда на то, что коленвал здесь будет хороший. В общем, она улетучилась. Потому что, ну, он не убитый в хламину. Но я вот здесь вот пальцем провожу. Я отчетливо ногтем его цепляю в шкрябу. Но если я его ногтем, соответственно, зацепляю, ну, как бы его надо шлифовать. То есть, он может быть и в размере. Самый, если ему микрометром. То есть, ты же плоскостью меряешь. Но то, что он уже имеет задиры, ну, это факт. Вот и истинная причина демонтажа двигателя. Ни бит, ни крашен. Ну, то, что он тут загажен говнищем, это ладно. Открутились все 9 болтов, кроме одного. Что-то он не откручивается. Вот этот. Ну, как-то не идет. Непонятно, не идет. Короче, раз, два, три. Он открутился. И он открутился. Вот он. С обломанной резьбой. И как я уже сделал вывод, что так как он весь загажен здесь, вон, видите, грязюкой. Ну, то есть, нагаром. То есть, это не сейчас он сломался. Он был таким давно. По всей видимости, давило охлаждайку. Вон, именно в выхлопе давило охлаждайку. Пацаны хотели что-то сделать, что-то или затянули так. Ну, короче, обломали болт. И для того, чтобы все это дело ездило дальше, они вот здесь вот, может, на что-то его... Может, он прикипел сам. Может, они его на что-то присадили. Короче, он вот этим телом закусился там в голове. Потому что нормальный болт, как бы здоровый болт. Вот он. Ну, то есть, видно, да? То есть, он чуть-чуть короче. И вот как раз там, где резьба в блоке, там он и обломился. Так что, это еще раз говорит о том, что не бывает двигателей, снятых с рабочего автомобиля. Вот вообще без проблем. Ну, это типа случай один на миллион, что была тачка, кто-то ее коцнул, снял мотор, хотел сделать, а потом продал, мотор остался. Ну, такой, ну, это вот реально единорог. Бывают единороги, но их вот очень мало. В основном это вот это вот так. И у нас прямо джекпот. У нас три двигателя, и все они разные. Все они разные по форме поршней. Но прежде чем мы перейдем к поршням, вот он, вот этот вот болтик обломастенький. Вот он. Вот он, то есть, он давно обломался. И у нас еще один джекпот. У нас три двигателя и два из них с ремонтными поршнями. Смотрите, ну, один блок есть стандартный. То есть, мы можем его расточить в то, что нам нужно. Смотрите, 0,50. Но самое веселое не это. Как бы причина демонтажа. Ну, тут прокладка вверх, она на каком-то герметике стояла. Она равномерно вся залипла. Но дело не в этом. То есть, смотрите. Сейчас вот тут вот я как-то это... О! О! Шатается он и влево, и вправо, и туда-сюда. Ну, то есть, может быть, на самом деле поршней 0,50 у нас и нет. Так, а что тут, кстати, по выработке? Ну, несмотря на то, что это 0,50, я вот просто пальцем ощущаю здесь ступеньку. Так что, его отремонтировали, и он уже как бы... Все, он уже выходил в свой ремонт. Ну, а вот она тут двухрядная цепь. Ну, я вам скажу, я, конечно, не знаю пробег этого двигателя. Может быть, он и действительно очень большой. Но, вот, оно износилось. То есть, вот это вот полный ход натяжителя. Ну, то есть, она реально, ну, вытянулась. Она реально вытянулась, эта цепь. Так что, ну, да, бывает и такие цепи изнашиваются. Но я больше склоняюсь к тому, что этот износ вообще поршневой и всего двигателя из-за применения довольно сомнительного масла. И, то есть, пробег может быть здесь действительно какой-то небольшой. Ну, условно, там небольшой, не знаю, там, 1100. 100, 200, 300, да? Ну, то есть, там, не миллионами он исчисляется. Потому что натяжитель здесь, вон, он не вытерт. Но это я сейчас сниму еще покажу. Но износ есть. Ну, то есть, как бы, шмурдиченно. А температурный режим двигателя побольше будет, чем на каком-нибудь тракторе или КамАЗе. А там вот этих вот пару градусов, там 10-15 градусов температуры, приводит к тому, что масло вот расслаивается на его составляющие. Какой коленвал выбрать, значит, восстановление? Вот этот коленвал, ну, как бы, изначально оригинальный из того двигателя, который был, значит, самый нормальный, скажем, да? Вот это с дубль номер три двигателя, вот это с дубль номер два двигателя. Все их надо шлифовать. Какой шлифовать? Слушаем, как звучат коленвалы и пытаемся найти разницу. То есть... Вот из того, что мы наслушали, вот этот коленвал, он звучит чуть глуше. Ну, не глуше, он звучит менее, как это, менее дольше. То есть вот этот... Ну, он затихает быстрее. Но этот тоже звучит нормально. Может, потому что наличие масла на нем. Хотя эти тоже, вот тот в масле, этот чуть-чуть более сухой, ну, в принципе, плюс-минус. Но напишите в комментах, что, как этот, почему, почему так. То есть философия гласит, что может там трещина есть, еще что-то. Но я склоняюсь больше к вот этому варианту, естественно, оригинальному, к коленвалу. Ну, для наглядности начнем, пожалуй, с блоков. Вот у нас три экземпляра. Значит, посередине это вот тот вот, который был изначально с самого автомобиля. Вот этот вот и вот этот вот это то, что уже было приобретено отдельно. И несмотря на то, что 4К и то, и то, и то, и вроде бы все одинаковое, но все же. Ну, смотрите. Тот, который был на тачке, он, вот он, 6 миллионов 454 тысячи. Ну, номер его идет, да. 1984 год. Вот этот вот двигатель, он типа как года 80-го или, может, 81-го. Потому что он начинается на 1 миллион 158 по номеру. То есть он более ранний. И вот этот вот двигатель, который дубль номер 3, он еще более ранний. Он начинается с 1 миллион 118 тысяч, то есть более древний. Отличается оно поршневой. То есть на вот этом вот двигателе, более раннем, стоят плоские поршни. Абсолютно плоские. Ну, выемка это вперед. На более современном двигателе стоят поршни уже с камерой сгорания в самом поршне. И цыковками под клапана. Ну, забегая вперед, что я сейчас покажу, у них еще отличаются головки. То есть это не просто так сделано. И степень сжатия здесь и здесь она одинаковая. Ну, плюс-минус. То есть там где-то 9,1 там или что-то такое должно быть. То есть на то время. Плюс-минус одинаковая. Но тут камера сгорания вся в головке. Головка, ну, грубо там, глубокая. А здесь головка ниже, но камера сгорания в поршне. При этом вот этот вот двигатель расточен в 0,50. Ну, вот у него есть. Ну, то есть кто-то его уже когда-то ремонтировал. А вот этот вот двигатель вот с этими поршнями, он как бы стандартный. Здесь, в принципе, не сильно разбиты канавки в этих поршнях. Но здесь износ на самом блоке, там уже ступенька на нем идет. Ну, плюс везде наборные кольца. И вот видно, как они вытерты были. То есть сепаратор уже контактировал с цилиндром. То есть, по идее, вот эти вот поршни 0,50, здесь они нормальные, канавки у них не разбиты, ничего. Вот эти вот 0,50 поршни, так как здесь уже блок кривой, можно расточить и поставить в этот блок. Ну, такое, ну, как бы, бушные поршни, но тем не менее. В принципе, так в свое время, видимо, ремонтировали и вот этот вот двигатель. Но с той разницей, что вот этот вот двигатель должен был иметь плоские поршни. Но когда его ремонтировали, они тоже 0,50 поршни, но они разбитые. Они изношены, тут канавка под первое кольцо сильно разбита у него. Сепаратор тут, он тоже, но с кольца повытирались, то есть он на маслосъемном контактировал с гильзой. Но суть в том, что здесь такая же головка, ну, грубо, глубокая, с большой камерой сгорания, как и на вот этом экземпляре. Потому что примерно один и тот же диапазон по годам. И поршни здесь должны были быть плоскими. Но, по всей видимости, когда его ремонтировали, посмотрели там что-то по каталогу, туда-сюда, да ладно, ну, типа, вот они поршни 4К, 4К, потому что вот сюда такие же поршни шли. И поставили такие поршни. При этом произошло то, что степень сжатия у него понизилась, типа, как под 76 или вообще под 66 бензин. Потому что камера сгорания стала иметь объем больше. То есть добавился вот этот вот объем в поршни. А головку, естественно, никто не сфрезеровал, ничего с ней не делал. И так этот двигатель работал. То есть какой у него там расход топлива был, что с ним было, непонятно. Ну, в общем, вот так вот оно все и жило. Ну, а коленвалы тут идут под шлифовку. То есть коленвал шлифоваться будет вот этот вот, который здесь стоял. Коленвалы в плюс-минус в одинаковом состоянии. Они все немножко имеют задиры, то есть на шейках. Ну, вот они запчасти с двигателя дубль номер 3. Головку я уже ту не разбирал, не собирал. Потому что вот оно самое интересное. Это головки. Ну, и, пожалуй, мы начнем с такого явного отличия. То есть головки, вот они прикручены здесь. Ну, грубо на одном уровне они прикручены. Но если с этой стороны, посмотрите, вот эту планку прикрутил, ну, просто для жесткости конструкции. То наглядно видно, что головки, они отличаются по высоте. И по высоте они отличаются, ну, грубо на высоту гайки. Ну, то есть, что очень даже и очень ощутимо. И все мясо как бы снято, оно снято с этой стороны. То есть тут можно посмотреть, вот шпильки стоят. Какое расстояние от шпильки до поверхности с этой стороны и с этой стороны. Значит, вот эта вот головка, это 84-й год, это вот с изначального первого двигателя. Вот эта головка, вот этот вот 80-й, это может быть 81-й год с двигателя номер 2 и номер 3. Ну, вот с номер 3 к двигателю она абсолютно такая же. То есть по конструкции плюс-минус она похожа, но она отличается камерой сгорания. Тут невооруженным глазом видно, без замеров, без ничего, что камера сгорания здесь в головке по объему меньше. Ну, вот смотрите, допустим, свеча, здесь уже ее фактически некуда фрезеровать с этой стороны. А если мы перейдем на эту головку, то мы увидим, что тут очень, ну, расстояние еще там миллиметра 4, может быть 5, можно сфрезеровывать. Ну, как раз вот эта вот величина, что я только что показывал. И даже если здесь посмотреть условно на вот эту вот, ну, плиту, вот это вот литье, то есть условно просто даже на глаз видно, что здесь она, ну, грубо она там более толстая, она там миллиметров 10, наверное. А с этой стороны, ну, она где-то миллиметров 6, наверное, может быть 7. Ну, то есть она ниже, тут, наверное, даже не 10 миллиметров, тут где-то, наверное, миллиметров все 13-14. То есть вот эти вот плиты. То есть она, головка фрезерована, вот эта поверхность у нее фрезерована, срезана. Ну, и с противоположной стороны здесь имеется вытеснитель, но он сравнительно небольшой, ну, невысокий. А на этой головке здесь вытеснитель. Ну, вот он, большой, большой бурт, ступенька. Ну, в целом, литье тоже немножко отличается. Здесь, например, на этой головке есть два вот таких вот прилива, но какие-то технологические. Здесь этих приливов нет. И можно заметить по вот этому вот технологическому углублению. То есть здесь оно, ну, грубо, глубокое-глубокое, а здесь его почти нету. Ну, и здесь, кстати, уже человеческий фактор. Клапана имеют износ, расклепалась окромка под сухари. То есть он не выходит с направляющей. Причем это впускные клапана. Я считаю, что это было из-за большого зазора в механизме газораспределения. По всей видимости, клапана были неправильно отрегулированы. Зазор был большой, и в какой-то момент система входила в резонанс, и получался какой-то удар, что оно просто расклепало кромку. Потому что выпуск, на который нагрузки идет больше, он разобрался и вышел нормально. Но это еще не все отличия. То есть вот каналы, например, визуально видно, что на вот этой головке, ну, визуально они больше, чем на вот этой. То есть на более новых головках каналы больше, чем на более старых. Если в цифрах, вот смотрите, например, впуск. Мы берем, замеряем. То есть, ну, так как он под углом, будем мерить в этой вот плоскости. То есть мы производим замер, получаем здесь 28 миллиметров. Если мы то же самое замеряем здесь, измеряем, то есть примерно, плюс-минус, то здесь мы получим там 24,5, ну, до 25 максимум. То есть вот если какой-нибудь другой канал замерить, ну, вот до 25. То есть канал объективно миллиметра на 3 больше диаметра. Это впуск. Что касается выпуск, ну, вот здесь вот давайте посмотрим, то есть, ну, вот, почти на самом выходе. То есть вот так замеряем его 23. Так, здесь он почти на самом выходе. 21. Ну, то есть он объективно больше. Ну, и выше он, соответственно. То есть вот здесь вот высота у этого будет там 28,8, почти 29. У этого высота здесь будет 26,5. То есть выпускной канал тоже больше. При этом диаметры клапанов, в принципе, те же самые. И плюс еще направление канала. То есть вот эта вот головка 84-го года, более современная. Вот мы смотрим, вон она, направляющая, седло. Канал имеет, ну, фактически прямую форму. А вот на этой головке канал, он имеет, как бы, такую, ну, более винтовую форму. То есть видно, что он закругляется. То есть если здесь он идет, ну, фактически прямо, то здесь он идет с таким, как бы, закруглением. Ну, так как он и в диаметре меньше. То есть по факту, получается, головки отличаются очень сильно, не только фрезеровкой. Ну, и что характерно, если посмотреть, если вот, допустим, в пускной клапан мы поставим на эту головку, то, ну, скажем так, зона малой эффективности или то, что может ограничивать поток вот с этой стороны, у него, конечно, здесь присутствует частично. Но дальше уже начинается цилиндр. То есть тут есть определенная, довольно существенная щель. Так, а вот если в этой головке все то же самое мы сделаем. То есть у него тут тоже есть щель все, но так как головка сама по себе выше, то есть он в цилиндр, как бы, не опускается, не выходит. Ну, в принципе, на наполнение, что в такой конструкции, что в такой, должно осуществляться наполнение плюс-минус адекватно. Единственное, что вот здесь вот более отчетливо видно, здесь есть такая некая фрезеровка, как бы, наклон в эту сторону для того, чтобы улучшить вот этот вот момент. Вот он, вот здесь вот. То есть чтобы здесь расстояние было больше. Потому что если мы все то же самое ставим сюда, тут, в принципе, оно тоже присутствует, но не настолько ярко выражено. Так что не только фрезеровкой оно отличается, оно отличается прям литьем, прям конкретно-конкретно. Ну и при всем при этом тут видно, что там седла затирали, уже что-то с ним делали. Но, смотрите, вот он стоит. И люфты. Люфтов здесь визуально ты не видишь. Вообще их нету здесь. То же самое касается и выпускного клапана. Вот смотрите, вот они, люфты. Ну, визуально есть, ну, он какой-то маленький люфт, но его, ну, это нормально, износ. То есть он фактически не износился вот на этой головке. На этой головке вообще, то есть головка еще в более лучшем состоянии. Двигателю туча лет, головка простейшая по конструкции, такая, как восьмерка-девятка, там, Жигули, например. Казалось бы, все то же самое. Восьмимиллиметровые клапаны, все. Но так как сделано все из нормального материала, то они имеют пробег просто конский, там, под миллион. А направляющие здесь нормальные. И направляющие, я вас заверяю, никто здесь за всю жизнь этих головок, никто не менял направляющие. Максимум, что делалось, это вот здесь вот видно, как затирался клапан в седло. Причем седло там аж такую ступеньку имеет сверху, как оно туда, как бы, как вклипалось. То есть их даже никто не прирезал. И люфты здесь нормальные. Вот оно, японское качество. Вон они клапаны, здесь чуть-чуть подгоревшие сед. Вот седа здесь чуть-чуть подгоревшие, там, нагар. Масло жрал уже там тоннами. Но головка не изношена. При этом механизм газораспределения, нижний распредвал с вот этим вот коромыслом, который там вот эти боковые нагрузки вызывает и все. Вроде бы, как бы, нагруженный механизм, все. Но нормальные материалы решают все проблемы. В дальнейшем должна быть сборка этого двигателя с его тюнингом. Причем тюнинг здесь довольно-таки глубокий. Тут 8-миллиметровые клапаны, я имею в виду, ножки. И для тюнинга должны быть установлены сюда 6,5-миллиметровые клапаны. То есть, для облегчения более упругие пружины клапанов. Самое главное, распредвал с большим подъемом клапаном. То есть, тюнинговый распредвал. А также вот то, что у меня уже есть. Вот он, коллектор под горизонтальный карбюратор. Причем, это именно коллектор на этот двигатель. Кто-то может посмотреть и сказать, так это с 8-ки-9-ки. Но это не с 8-ки-9-ки. Это был куплен на аукционе в Японии. Вот он подходит сюда по вот этим посадочным местам, штифтам. Его надо там немножко согласовать. Ну, как бы подпилить. Вот эти все ступени там поубирать. И здесь горизонталки будут Делорта. Кстати, если на эту головку поставить его, то более наглядно видно, насколько там канал меньше. Но все это должно быть уже в отдельном видосе. Ну и досмотрев до этого момента, возможно, кто-то скажет, типа такого, что, ну и что тут уникального? Ну, типа, ну, мотор, как мотор старый 1.3. Ничего там такого заурядного. Нижний распредвал, типа, ну да, японский, ну, изношенный двигатель. Что в этом такого удивительного? Поэтому нужно прояснить некоторые моменты. У нас в Украине по законодательству запретили ставить на учет автомобили с правым рулем в 1994 году. И все автомобили, которые ездят у нас в Украине, но то, что уже стояло на учете, его, соответственно, можно там переоформлять и тому подобное. Но другой автомобиль какой-то, как бы, растаможить и поставить на учет, уже нельзя с 1994 года. И вот все автомобили с правым рулем, которые есть у нас в Украине, на украинских номерах, катаются гражданские, они все были завезены в Украину и установлены, там, как бы, поставлены на учет до 1994 года. Соответственно, вот эти вот двигатели, которые я показал, да, они там 80-х годов, все, автомобили были завезены к нам не в 2010 году, не в 2005-м, 15-м. Это все было завезено в начале 90-х. И эти двигатели накатали просто феерическое количество километров. При фактически полном отсутствии обслуживания. Нормальное масло, плюс-минус какое-то адекватное, которое можно было заливать в эти моторы по доступной цене, появилось, а где-то стало появляться где-то в середине нулевых. Там первая половина-середина нулевых. До этого масла какого-то адекватного не было. Вообще, ну, от слова совершенно. Лилось все, что заливалось. И то, что эти двигатели выжили, видно, что от некачественного масла там поела коленвал. Причем именно сам чугун. При этом маслонасос там в более-менее адекватном состоянии вкладышей не выбило. То есть это говорит о том, что оно ходило просто не с грязью даже, а просто, ну, вот на таком гудроне каком-то. И несмотря на все это, двигатели выжили, дожили до наших времен, при этом у них более-менее адекватный износ. А в некоторых моментах износ вообще фактически отсутствует. Ну, то, что касается головок направляющих клапанов. Вот это и есть японское качество. Когда в 80-е годы Япония покорила весь мир именно своим офигительнейшим просто качеством. Вы можете себе сейчас представить на секундочку примус какого-нибудь к 19-го года, чтобы он вот так вот прожил 20 лет на непонятном масле, непонятной эксплуатации, фактически без обслуживания и ремонта. Это что-то из грани фантастики, из параллельного мира. А когда хотели, делали нормально. Ну, а пока у меня на этом все. Видео со сборкой должно быть, но значительно позже. Я пошел дальше что-то пилить, а свинособаки могут отправляться на...